приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео с вами подведем итоги 3 зимнего аукциона 2023 году в игре мир танков это невероятное событие не только в игре но и на моем канале наша движуха на моем канале заметно так подросла и это очень хорошо мне нравится насколько это событие забустила мой канал в плане просмотров подписчиков постоянных зрителей это просто обалденно в одном из прошлых видосов я спрашивал у вас какой танк брать за гк вы все сказали китайский танк поэтому я вас услышал я его возьму вместе с вами на него посмотрим что он из себя будет представлять танчик называется 116 f3 это китайский тяж 10 уровня акционный также некоторые из вас заметили что последние видосы не такие бодрые веселые не с таким количеством шуточек и прикольчиков все потому что как катать очень тяжело и я не успеваю делать такое количество стримов как раньше из-за того что я к забирает все время и все силы я успеваю делать вот один стримчик утром дай бог там видосик между боями успевающего сделать поэтому все получается так вот недостаточно бодро и весело как раньше но я считаю что уровень достойный ведь вы оценили кучей лайков там каждый видос набирал там по 500 а то и по 700 лайков это обалденные цифры также процент лайков у на всех видосах был минимум 95 то есть от 95 до 97 процентов людей ставили лайки дизлайков почти не было вообще ну и в принципе у меня по каналу средние проценты лайков около 90 там 5 или 7 я точно не помню поэтому все достаточно хорошо как обычно в плане лайков а вот в плане просмотров в плане постоянных зрителей во время прохождения этого аукциона постоянных зрителей было 16000 сейчас уже когда аукцион закончился постоянных зрителей 21000 это конечно невероятная цифра что такое огромное количество людей смотрит мой канал но половина из этих людей по-прежнему не подписались и это конечно очень сильно меня печалит конечно по youtube средний процент не подписанных людей но продолжающих смотреть видосики так и есть 50 процентов но мне хотелось бы чтобы у меня аудитория была более заинтересованная пока что я это не победил еще самое интересное что уникальных зрителей 90 тысяч это обалдеть какая цифра но видно что нужно работать лучше чтобы все эти 90 тысяч заинтересовать и они все остались на канале значит работать нужно лучше также 5 видосиков про аукцион на моем канале набрали в сумме 80 тысяч просмотров конце уже вам поднадоели эти аукционы во всех прошлых видосах вы уже все посмотрели я вам все рассказал смотреть было уже последнем видосе ничего это я уже и сам понял ну и мы в принципе за аукцион на канале получили 830 новых подписчиков это буквально там за пять дней это просто обалденно причем это без рекламы без вложения денег это просто я делал видео и вы сами приходили все это просто обалдеть спасибо огромное это были итоги аукциона касающийся моего канала и нас с вами а теперь итоги аукциона именно в игре всего было пять лотов и все они были открыты и было видно конкурентную ставку когда количество участников равнялась количеству танков а все лоты у нас были танками сейчас я расскажу какие они за сколько они минимально ушли и жалею ли я что я ничего не взял а я ничего не взял ни одного танка хотя до аукциона были планы что-то взять но я так подробно разбирался в этих танках пока рассказывал вам в каждом видео что они себя представляют что каждый раз разобравшись в танке желание его брать отпадало и практически равнялась нулю вот поэтому по большому счету я их и не брал и так первый лот у нас был царь обезьян это дубликат танка 121 б китайские акционы ст-10 самое интересное что в игре у нее название сокращается да просто царь и люди конечно же пользуются случаем имея такой танк прикалывают составе этот танк показывают что они ну царь минимальная ставка составила 30 миллионов 800 тысяч серебра а этот лот был за серебро и это была минимальная ставка это было очень много если бы я этот танк себе брал то мне бы пришлось отдать все свое практически серебро на аккаунте и играть гк с голой жопой такой себе я не мог позволить поскольку мне нужно еще до играть и гк взять танк и вам снова же надо его показывать а в принципе в этом царе обезьян показывать особо нечего поскольку это такой же танк как и который у меня уже есть разве что внешка и название но на пресс-аккаунте принципе можно его показать и но я думаю что это не прям уже сильно интересно это нужно было делать в первый день сейчас уже поезд ушел второй лот это к 2 советский прям танк 8 уровня тяжелый младший брат из а4 на восьмом левеле только очень бронированный корпус но я его не захотел брать он был во-первых за голду минимальная ставка начиналась 8 тысяч голды а в целом их было 20 тысяч штук и минимально он ушел за 9 тысяч голды к слову все танки всех лотов все разобрали не было ни одного танка который бы не разобрали полностью поэтому я это один раз скажу и больше повторяться не буду к 2 принципе прикольный тем что в нем много брони но в нем есть также и уязвимые зоны в виде дырявые крыши и очень плохая пушка орудие просто отвратительное по большому счету из-за орудия я не захотела выбрать я очень не люблю танки с плохой пушкой но этот танчик еще можно на пресс-аккаунте покатать и посмотреть подробнее что это я думаю по-прежнему вам будет интересно хотя бы разок на него посмотреть на моем канале именно мои ощущения от танка посмотреть и услышать также третий лот у нас был марс это дубликат танка прожета итальянская с премиумная стэшка восьмого уровня минимальная ставка была 9000 голды и было всего лишь 5000 штучек и минимально он ушел за 26 тысяч 735 золота это прям жирно но все из-за того что их было мало и также еще ходят слухи что кто-то умудрился поставить на него 150 тысяч голды и это видимо максимальная ставка даже говорят что это стример какой-то поставил да или нет я не знаю точно не уверен но видимо голду некуда уже девать хотя бы не было никакого смысла ставить такую огромную ставку разве что на ровном месте попиариться следующий лот 4 это фв 215 б 183 этот лот был за свободку их было 20000 штук и минимальная ставка которая сыграла 348 тысяч свободки принципе то танк не так уж дорого ушел и его можно было в принципе то и взять также еще что хочется сказать за бабаху в голосовании это самый популярный танк за аукцион а вы думали какой конечно можно у вас спросите попросить вас написать в комментариях какой лот вы думаете самый популярный и интересен вам больше всего но я думаю что принципе бабаха наверное и у нас на канале победит ну и последний пятый лот это т-54 хэйви танк минимальная ставка была 10 500 золота их было аж 20 тысяч штук и мне казалось что это наверное тот самый танк который могут даже не разобрать это прям танк американский тяжелый девятого уровня и как уже пошла у нас традиция все прям танки девятого уровня очень слабые поэтому этот танк ушел минимальная ставка десять тысяч пятьсот пять голды на пять голдинок больше чем сумма с которой аукцион стартовал это прям вообще смех это наверное самый неудачный лот который большинству не понравился ну и подытожим у нас было три лота за голду один за свободку и один за серебро как-то жадненько получилось аж три лота за голду на мой взгляд но поскольку все разобрали то видимо все правильно также на мое удивление бабаха намного популярнее чем я ожидал и мне кажется она еще не первый раз на аукционе продастся ее можно еще несколько лет продавать ее по-прежнему купят очень сильную популярность имеет данный танк при этом вы постоянно меня пытаетесь в комментариях победить и сказать что это танк не горит люди которые на нем много играют защищают говорят что танк не горит хорошо я вашу точку зрения высказал видео много людей много сыгравших на этом танке считаю что танк горит редко может быть я не так часто их в бою уже вижу но загораются они не так уж редко причем я целенаправленно прям в корпус в лоб ему стреляю туда он и загорается я бы не сказал бы что это самый горящий танк который я знаю есть там всякие крита сборники которые в лд горят тот же самый тяж в 215 б горит намного чаще но и этот танк нельзя сказать что он редко горит но вы так считаете окей видимо я какими-то жгучими снарядами стреляю так что если со мной бою попадетесь будьте аккуратны вот такие вот итоги аукциона мне в принципе этот аукцион понравился тем что он дал моему каналу невероятный буст причем нельзя сказать что прям бесплатный весь этот буст заключался на моей работе на моих усилиях я потратил много времени и сил но это было очень интересно создавать для вас видосики по этому событию по аукциону читать ваши комментарии я пытался как можно больше комментариев протыкать пролайка чтобы видели что я прочитал и на какие мох отвечал если в этом был смысл поэтому я считаю что насколько я мог я выложился в этом мероприятии поэтому мне оно понравилось но танки которые там были да и в целом я думаю что бабаха и царь обезьян скрасили этот аукцион марс не так сильно поскольку его было мало к 2 на мой взгляд противный и слабоватый в некоторых местах т-54 хэви танк в принципе неудачный какой-то танк премиумный но на мой взгляд все прям танки 9 уровня не совсем удачные они слабые единственный прям танк 9 уровня который у меня не вызывает отвращения это французская lt но она такая специфическая не забывайте смотреть на канале видео и по другим событиям в игре я делаю видео не только на эту тему не только про аукцион но еще полным полно гайдов на канале обзоров танков я почти на всех прям танка взял три отметки и сделал видео с советами как играть на танки высказал свое мнение практически про все прям танки в игре также про многие десятки и остальные танки тоже очень много контента на канале и гайдов и обзоров и на все события которые дальше у нас будут в мире танков я тоже буду делать видео и стримы контента нас еще ждет очень много сам был арчи карать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока